книга открытым оком тема русская православная церковь том 17 вопрос 3128 что еще было полезного сказано и сделано на собой осознают ли они хотя при конце почему оказались за пределами россии отвечает Игнатий Тихонович Латкин мне весьма близко то что дни собора начинались и оканчивались молитвой и были все же выступления в которых было задето хотя бы с краю что надменность иммиграции бог ломал и они чуточку начинали задумываться что не в большевиках дело а в них самих что отступили от бога творца иеговы цитата во вторник 9 мая 2006 года в городе сан-франциско в большом зале при кафедральном радости скорбященском соборе святым осенением курской коренной иконы божьей матери состоялось второе пленарное заседание 4 все зарубежного собора русская православная церкви за границей РПЦЗ на заседание присутствовали 11 архиереев РПЦЗ во главе с высокопреосвященнейшим митрополитом лавром и почетным делегатом от сербской православной церкви высокопреосвященнейшим митрополитом черногорским и приморским амфилахием и 126 делегатов от клира и мирян цитата нельзя ожидать что на нем будет достигнута по всем пунктам полная и согласно единомыслия но если мы готовы покориться воле божией мы добьемся единства благодаря тому что мы приступили к деяниям собора с молитвой все проходит в церковном духе подчеркнул личный секретар первоиерарха русской зарубежной церкви священник серафим гам действительно богослужения составляют значительную часть всезарубежного собора каждый день которого начинается с божественной литургии и заканчивается вечерними молитвами цитата 11 мая 2006 года мы участники четвертого всезарубежного собора собравшиеся в богоспасаемом граде сан-франциско в благодатном присутствии одигитрии русского зарубежья курска коренной иконы божьей матери и святых мощей святителя иоанна шанхайского и сан-франциско в трепетном сознании ответственности лежащий на нас в послушании архипастырю христу во всецелом доверии и любви пастыре и мирян к своему первоиерарху высокопреосвященнейшему митрополиту лавру и архиерейскому собору свидетельствуем что как верные чада святой церкви будем преклоняться воле божией и подчиняться решением предстоящего архиерейского собора необходимо подтвердить на будущее канонический статус русской зарубежной церкви как самоуправляемой части по местной русской церкви 12 мая 2006 года четвертый всезарубежный собор в сан-франциско принял резолюцию о восстановлении евхаристического общения с церковью в отечестве сообщает риа новости в проект резолюции в течение дня несколько раз вносили изменения итоговый вариант вскоре будет обнародован речь идет о воссоединении с ней русской зарубежной церкви на правах широкой автономии доклад протоиерея николая карлипова на утреннем заседании первого дня работы четвертого всезарубежного собора духовно историческое наследие русской зарубежной церкви в восьмидесятых годах митрополит виталий говорил что пока коммунистический лагерь противостоит капиталистическому нам жить просто после 1927 года иерархи рпцз все определенным все определенные видят себя возглавителями единственной законной преемницы до революционной церкви не скомпрометировавшей себя уступками духу мира все поняли что они потеряли в земле русской только немногие осознавали почему это произошло большинство долгое время искала причину вне себя взрослые и дети винили во всем большевиков святой иоанн шанхайский в своем докладе второму всезарубежному собору 1938 года о духовном состоянии русской эмиграции говорил о том душевном переломе который привел значительную часть эмиграции в церковь но на этом не окончился процесс ломки надмене ума и другие страсти привели к церковным расколам и ослаблению зарубежной церкви как той силы которая под водительством митрополита антония способствовала освобождению из тюрьмы патриарха тихона уменьшается стада но усиливается осознание того что русская православная церковь за границей являет в русской церкви царский путь между крайностями безграничной свободы парижа и отсутствием свободы москвы во все десятилетия вавилонского плена церкви в россии зарубежная церковь ясно сознавала свой долг и ответственность быть и совестью и голосом всей российской церкви дело в том что имея теперь внешнюю свободу от государства церковь россии должна еще и жить внутреннюю несвободу этот феномен скованности страхом прекрасно объясняет историк ключевский в контексте русской истории 13 и 14 веков неужели был прав советский обер прокурор харчев когда хвастался что нам удалось воспитать новый тип священнослужителя если епископат сам уходит от норм соборного православия сосредотачивая власть своих руках пожалуй не нужна и советская власть святитель иоанн златоуст говорил что он никого не боится кроме епископов зная что это самое уязвимое звено церкви сатана его человеческие спаспешники всегда желали чтобы епископ думал так церковь это я это объясняет почему большевики содействовали централизации церкви сначала легче контролировать а потом разложение идет вообще самотеком девизом архиепископа аверкия таушева стали слова в ногу со временем мы не пойдем архиепископ аверкии не только обличитель модернизма обновленчество но он один из первых учил о том что цитата экуменизм путь ведущий в погибель архимандрит константин зайцев видел спасение мира в противопоставлении духу апостаси идею святой руси как духовного царства удерживающего приход лжемессии отец константин опубликовал обширную статью в которой излагал удивительно проницательное если не сказать пророческое видение история софии в грядущих десятилетиях он видит две возможности либо процесс апостаси отхода от христа не оставит место для духа божия в мире как перед всемирным потопом и тогда будет отбор богом последний христиан перед концом либо найдутся силы у русского народа для покаяния и тогда произойдет в кавычках спасительная катастрофа которая продлит жизнь мира духовно одаренный православный писатель американец иеромонах серафим роуз почил в 1982 году прозревал современных явлениях звериный лик религии будущего и предупреждал паломников сейчас позднее чем вы думаете сознание угрозы миру за последние полстолетия было не частным мнением названных духовных лиц но отражало взгляды нашей иерархии доказательством успеха нашего всезарубежного собора будет возрождение всей русской церкви в этом всегда отцы наши видели священную миссию зарубежной церкви внешнее объединение без духовных изменений оставит корабль церковной намели и церковной политики и мелких мирских амбиций потеря покаянного духа первых десятилетий привела к потере четкости видения самих себя бытие 31 3 и сказал господь и а кого возвратись в землю отцов твоих и на родину твою и я буду с тобою исход 4 19 и сказал господь моисею в земле мадианской пойди возвратись в египет ибо умерли все искавшие души твоей псалом 114 7 возвратись душа моя в покой твой ибо господь облагодетельствовал тебя вот тянется по запаху младенец охватывает жадно насыщаясь грудь так и занаряжена и никуда не деться и для мамаш пока что это труд словесное и чистое иметь словесное и чистое есть в мире молоко с нездешним запахом и пренебесным вкусом как сказано оно недалеко в устах и в сердце от христа иисуса бактерицидных свойств не перечесть и росту прибавляет так заметно рассчитано оно не на один присест сплошь витамины и зимой согреты святая библия а в ней заветов 2 и этой двойни полные сосцы на них пасутся тучные стада приятно христианам там пастись грудь современно поднимется как грудь своевременно поднимется как башня и обратят внимание на пышность женихи невесты стан так бюстом был украшен с дней первых и о том библейские стихи жестокосердные монахи и кастраты возненавидели и скрыли обе груди а детям суррогат неисчислимы траты а кто их афменей и прочего нагрудит мать любящая нежное дитя заботится о росте всех рожденных послания апостолов к возлюбленным летят к изголодавшимся где затухают стоны зашоренная паства разбрелась к чужим заморским яствам и объедкам война везде но ни одна стрела колчана не покинула на сирых и за сирых и за бедных все описание кричу и надрываюсь о водоемах полных неразбитых пускай же пускайте же по водам караваи зачем хвалить разбитые корыта 4 июля 2006 год Игнатий Лапкин